Спасибо, Татьяна Юрьевна. Большое спасибо, Марина Борисовна, за возможность выступить и рассказать о наших новых условиях работы. Как уже сказали, меня зовут Анна Николаевна. Я занимаюсь направлением в институте телемедицинские консультации. И все администраторы, операторы, которых вы встречаете в нашем центре, они тоже являются моими подчиненными и, соответственно, рассказывают вам о наших возможностях. Телемедицинские консультации «Врач-врач» зарегистрированы в министерстве с конца 2018 года. Естественно, как один из первых НМИЦ мы используем эту технологию. Референс-центр патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических и лочевых методов исследования работает у нас с конца 2019 года. Как таковой личный кабинет телемедицинской консультации «Врач-пациент» работает с июля 2020 года. Конечно же, мы оказывали удаленные заочные консультации пациентам, которые не могли лично посетить наше учреждение посредством электронной почты. Пациенты писали на электронную почту помощника директора. Помощник директора перерисылал эту информацию мне, я распределяла ее врачам. Но, к сожалению, такие консультации были без подписи врача, носили некий рекомендательный характер, потому что на основании 323-го федерального закона мы не могли выдавать консультативное заключение посредством электронной почты. И личный кабинет эту проблему немножечко снял. В 2019 году было выполнено больше 1500 телемедицинских консультаций. Специально приведены цифры 2019 и 2020 года. На следующем слайде вы увидите, что за 8 месяцев 2020 года мы выполнили более 1800 консультаций из 80 регионов нашей страны. Это абсолютно бесплатные консультации, которые вы можете получить в своем онкологическом диспансере, где вы наблюдаетесь, обратившись к заведующему отделению или главному врачу учреждения и попросить загрузить ваши данные в ВИКРИС, лучевые методы диагностики, гистологические слайды, если имеется аппаратура в учреждении, для того, чтобы наши специалисты интерпретировали и дали свое консультативное заключение. Может быть, какие-то рекомендации по изменению плана лечения, может быть, какие-то рекомендации по профилактике заболевания. Все это возможно и все это делается абсолютно бесплатно. Телемедицинские консультации «Врач-врач» оплачиваются из федерального бюджета. То есть никакой нагрузки на онкологическое учреждение третьего уровня не возлагается. Единственная проблема, которая может возникнуть, то, что в регионах нет специализированного телемедицинского центра, и врач самостоятельно за пациента, самостоятельно ему приходится загружать эти данные в специальную систему. Но вследствие того, что все-таки есть разграничения у каждого специалиста, в очереди не 500 человек находится, а на приеме 8-9 человек, то, конечно, одного-двух более сложных пациентов можно данные отправить с помощью телемедицинской технологии. План на наш МИЦ в 2020 году был всего лишь 680 телемедицинских консультаций. Но так как за 8 месяцев мы уже его перевыполнили, Министерством здравоохранения было разрешено добавить нам к этому плану еще 680 консультаций. Но этот, естественно, план мы тоже перевыполнили. И отвечаем мы, еще раз повторюсь, абсолютно бесплатно. В районе 6% запросов отвечаю я самостоятельно, потому что они носят организационный характер. В конце 2019 года было принято решение создать референс-центр. В 8 учреждениях на момент конца 2019 года, сейчас уже по стране у нас более 15 референс-центров. Нашим центром руководит Евгений Наумович Еминитов. 43 учреждения Российской Федерации абсолютно из разных регионов с нами работают. Мы сами доставляем биологический материал пациента из любого региона нашей страны. Никакой финансовой нагрузки, опять же, на онкологический диспансер не предполагается. Курьера они вызывают с помощью нас, пишут на почту информацию. Ко скольки необходимо приехать, когда и ко скольки необходимо приехать к курьеру. И курьер забирает материал с рекомендациями, что необходимо выполнить. Мы выполняем все виды молекулярно-генетических исследований, а также производим пересмотр гистологических стекол-блоков, микропрепаратов. Выполняем иммуногистохимические исследования, полный перечень иммуногистохимических исследований с 1 августа 2020 года за счет средств ОМС. Естественно, наука в онкологии движется впереди возможности территориального фонда ОМС или территориальной программы ОМС, и есть мутации молекулярно-генетических исследований, которые не входят в территориальную программу на сегодняшний день. Но если организация третьего уровня, диспансер или городская больница пришлет в рамках референс-центра материал, то есть закажет не сам пациент сюда, пришлет материал, а будет работа учреждения с учреждением, то наша молекулярно-генетическая лаборатория выполнит весь перечень иммуногистохимических исследований, весь перечень молекулярно-генетических исследований, извините, которые необходим. На примере, допустим, при диагнозе рак толстой кишки по стандартам выполняется исследование CRAS-IN-RAS. Мы можем выполнить еще дополнительно исследование, так называемое MCI, которое не входит в территориальную программу ОМС. Может ли пациент сам принести гистологический материал, сам его присылать, не пользуясь услугами референс-центра в отношении учреждения учреждением? Да, естественно, может. Необходимо направление по форме 057У, которое представлено на экране, все поля должны быть правильно заполнены. Обязательно должно быть верное наименование учреждения наше, потому что мы с 2017 года называемся Национальный медицинский исследовательский центр. Основная ошибка, которую допускают сотрудники сторонних учреждений, что называют нас по старинке НИИ. Обязательно должно быть код диагноза по НКБ. Так как мы онкологическое учреждение, у нас онкологический профиль, обязательно диагноз должен начинаться с буквы КД и С, то есть это доброкачественное новое образование, либо злокачественное образование. Обязательно необходимо указать классификацию. Обоснование направления должно быть тоже, либо выполнение молекулярно-генетического исследования, либо выполнение иммуногистохимического исследования, пересмотр микропрепаратов. Должны быть печати, личная печать врача, заведующего отделения, печать учреждения, направляющего на исследование. Если направление будет оформлено неверно, к сожалению, нам не оплатят нашу работу, и, соответственно, мы не можем принять такое неверное направление. Мы идем навстречу пациентам, если пациент самостоятельно принес материал, и, к сожалению, какой-то момент в направлении был указан неправильно, мы просим дослать направление по электронной почте, чтобы пациент не приходил сюда еще раз и принесет уже физически живое правильное оформленное направление, когда будет забирать результат. По этому направлению мы на сегодняшний день выполняем еще и фьюжн-биопсию молочной железы, фьюжн-биопсию предстательной железы, биопсию шейки матки и криобляцию первичного и метастатического поражения костей. Все эти исследования выполняются в рамках дневного стационара, госпитализация получается одного дня. Кроме молекулярно-генетического, гистологического и моногитохимического исследования, эти исследования можно либо прислать по почте с направлением и с медицинской документацией, либо приехать и сдать самостоятельно в окнах регистратуры. Для пациентов у нас разработана возможность заказать обратный звонок с сайта, позвонить прямо с сайта, если ноутбук поддерживает или компьютер поддерживает возможность аудиосообщения. Можно написать письмо, работают кнопочки. Вся информация представлена в разделе «Пациентам». Там расписано подробно и пациентам из Санкт-Петербурга, и пациентам из регионов, и иностранным гражданам, которые разговаривают и читают, могут читать на русском языке, это граждане СНГ, как попасть к нам на прием. Если же пациент хочет воспользоваться услугой «Личный кабинет», то тоже на сайте выведена кнопочка, все представлено, это главная страница нашего сайта, все на слайде представлено. «Личный кабинет» интегрирован с сайтом госуслуг, соответственно, мы исполняем 323-й федеральный закон, мы исполняем 965-й приказ Министерства России, мы исполняем 242-й федеральный закон. Никакой утечки персональных данных не будет, потому что граждане Российской Федерации будут заходить через портал госуслуг. На сегодняшний день, естественно, не все врачи могут отвечать на такие удаленные заочные консультации, на такие заочные консультации отвечает часть специалистов, на сегодняшний день это 25 врачей, онкологов и радиотерапевтов, в том числе кандидаты наук. На первичной удаленной заочной консультации, да, и такую можно произвести, мы не ставим диагноз, мы принимаем решение о возможности очного, либо невозможности очного приема. Врач просматривает все ваши документы и принимает решение, что да, необходим очный прием и указывает конкретно, что необходимо привести к этому очному приему. Может быть, нужно доделать какие-то обследования, может быть, нужно сделать какие-то исследования, чтобы очный прием был полноценным. Мы можем пересмотреть результаты лучевых методов диагностики. Пациент может в личный кабинет подгрузить архивы снимков в дайком формате, снимки КТ и МРТ, соответственно, мы производим интерпретацию таких снимков, это называется второе мнение. На сегодняшний день тарифа в территориальной программе по удаленным заочным первичным консультациям и вторичным консультациям через портал госуслуг, через личный кабинет, тарифов на таких консультациях не выделено. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день консультации платные, но в любом случае, если мы представим, что человек приезжал, получил первичные консультации, получил первичное обследование, получил лечение в нашем центре, а сам этот человек, например, проживает в Пензе, доехать ему, конечно, до Санкт-Петербурга, чтобы получить повторную консультацию химиотерапевта, у которого он был, у которого он наблюдается, ему, конечно, будет сложно. И стоить это будет явно не 5 тысяч рублей, а стоить это будет, к сожалению, гораздо дороже, потому что у нас очень большая страна, 12-часовых поясов, и добираться из одного конца в другое стоит тоже, к сожалению, недешево. Сроки ответов такие же, как по телемедицинским консультациям врач-врач, 3-5 рабочих дней после оплаты. Интерпретация лучевых методов исследования происходит быстрее, в течение двух рабочих дней после оплаты уже возможно получить результат по вашим снимкам. Спасибо большое за внимание. Это все, что я хотела сегодня сказать. Продолжение следует...